Казанский федеральный университет представил свои разработки в рамках круглого стола Татарстанского нефтегазохимического форума. Судя по вопросам, наша тема, которую мы заявили в научных центрах мирового уровня, достаточно актуальна. Школьники всей страны собираются на торжественные линейки, посвященные 1 сентября. Как прошел день знаний в лице Казанского университета? Хочу насладиться последним учебным годом, так скажем. Засушенному верить. Выставка Гербария в Казанском университете расскажет истории жертв репрессий. Конечно, мы должны быть великий стиль, но это только рассчитано на тихий разговор. Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Надежда Мещерякова. В Казани открылся детский сад «Мы вместе», работа которого будет направлена на детей с расстройством аутического спектра. Детский сад создан на базе Казанского федерального университета. Его создание было инициировано в 2017 году ректором Ильшатом Гафуровым. Инициатива поддержана руководством Татарстана. В церемонию открытия приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Мениханов, статсекретарь, заместитель министра образования РФ Петр Кучеренко и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Сегодня нужна методология, надо с ними работать. Тот стандарт работы с детьми, который сегодня есть, он совсем не подходит здесь, но и вам родителям терпение. В рамках Татарстанского нефтегазово-химического форума Казанский федеральный университет провел круглый стол с презентацией деятельности научного центра. Какие разработки КФУ привлекли внимание слушателей, сейчас узнаем в сюжете. Научный центр мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты», куда входит Казанский федеральный университет, предлагает множество решений для снижения стоимости и упрощения добычи нефти. На круглом столе в Казань-экспо прошла серия докладов о новейших разработках и исследованиях в этой области. Сегодняшний круглый стол, наверное, направлен на то, чтобы немножко сфокусировать внимание на научных центрах мирового уровня. То, что они есть, то, что нефтяные компании могут с ними сотрудничать и какую пользу они от этого могут получить. Судя по вопросам, наша тема, которую мы заявили в научных центрах мирового уровня, достаточно актуальна и для нефтедобывающих компаний. И наши разработки будут востребованы. Интерес вызывают разработки Казанского университета, связанные с извлечением остаточной нефти из крупных месторождений. Это молодое развивающееся направление, в котором ряд исследований КФУ получил патенты и контракты с крупнейшими нефтегазовыми предприятиями. Мы уже работаем с одной нефтенной компанией, «Джизак Петровлем», делаем реальную работу, делаем оценку возможности применения тех или иных технологий для разработки одного очень нового месторождения в Узбекистане. Кроме того, мы провели переговоры с нашими коллегами из компании «Лукоил», «Ритек», компанией «Тратнефть» есть, мы тут встретили наших коллег, тоже поговорили. Ну и несколько малых компаний. Вот тут появились тоже новые компаньоны, с которыми мы продолжаем обсуждать наши будущие работы. Участники «Круглого стола» не забыли, кому российская геология и нефтяная отрасль обязаны открытием скважин миллионников и активной добычи нефти из дивонских отложений. Мероприятие посвятили 110-летию выдающегося выпускника Казанского федерального университета, одного из первооткрывателей башкирской нефти и нефти Западной и Восточной Сибири Андрея Алексеевича Трофимука. Ария Дна Кугушева, Булат Садыков, Универньюз. В рамках рабочего визита в Казань статус-секретарь, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Кучеренко посетил Казанский университет. Он принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню Знаний в лицее имени Лобачевского. Затем он посетил объекты КФУ «Центр Едут Течь» в Институте психологии и образования. Далее побывал на открытии нового детского сада КФУ для детей с расстройством аутического спектра «Мы вместе». Посетил Центр цифровых трансформаций. В зале заседаний попечительского совета встретился с ректорами вузов и руководителями научных организаций Республики Татарстан. Также программа посещения включала в себя Сунц-Айти-лицей и жилые корпусы деревни Универсиады. День Знаний отмечают не только студенты, но и лицеисты Казанского федерального университета. Смотрим! День Знаний начался с праздничного торжества в лицее имени Лобачевского. На школьной линейке собрались 11-классники, будущие выпускники и абитуриенты. Поздравили их заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Кучеренко и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафоров. С этого года мы начали выстраивать индивидуальные треки для наших выпускников в лицее, чтобы, приходя к стенам университета, вы могли быстрее адаптироваться и переходить из курса на курс, побыстрее достижения своей замедленной цели. Поэтому дай Бог, чтобы у вас были амбиции. Первый звонок в новом учебном году прозвенел и в IT-лицее, который впервые отметил День Знаний в статусе специализированного учебно-научного центра. Особый трепет в этот день чувствуют не только будущие выпускники, но и их учителя, по чьим чутким крылом они будут готовиться к предстоящим экзаменам. Я учусь здесь, получается, пятый год, но в этом году я буду жить дома. Ну а в целом интернат это весело. Совместные прогулки, совместное приготовление уроков. Хочу насладиться последним учебным годом, так скажем. Сегодняшний праздник, он для меня тоже очень важный. Почему я три года не была классным руководителем, а в этом году я снова классный руководитель физико-математический класс. Мои ребята, все олимпиадники в моем классе. Дополнилось праздничное торжество награждением особо отличившихся учеников, а также приветствием новых лицеистов и преподавателей. Диана Шеленкова, Андрей Багудинов, Универньюс. В КСК КФУ уник состоялось торжественное мероприятие для студентов ИФМК. В рамках него прошла актовая лекция «Наш дом Татарстан». Ее провела лектор Талия Минулина, руководитель агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, председатель совета директоров ОАО «Корпорации экспорта РТ», выпускница института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Также сегодня во дворе главного здания КФУ состоялась линейка для студентов Института дизайна и пространственных искусств, посвященная Дню Знаний. Далее в КСК КФУ уник состоялась церемония вручения студенческих билетов. Первокурсникам юридического факультета их вручил проректор по научной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Тарьюрский. В музее имени Лобачевского открылась выставка «Засушенному верить». Автор и куратор выставки Надежда Понтюлина, старший научный сотрудник Государственного биологического музея имени Тимирязева. Выставка «Засушенному верить» рассказывает о тяжелой эпохе политических репрессий. Для этой цели организаторы экспозиции использовали очень интересный подход. Помимо книг, фотографий, рукописей, здесь можно найти гербари. Например, вот здесь можно видеть лебеду. Именно из такой травы во время Великой Отечественной войны готовили обед. И у каждой подобной вещи здесь есть своя история. Это выставка о людях, попавших в условия репрессии и несправедливости. Ее задача – показать хрупкость человеческой жизни. И растения прекрасно подходят для выполнения этой миссии. Выставка о растениях, которые сушат, они становятся гербарием, их сохраняют как память в книжке, отправляют засушенные цветы в письмах. Но это не так. Растения в данной выставке стали свидетелями очень важных событий. Событий, связанных с несвободой и насилием над человеческой личностью. Передвижная выставка в каждом новом городе дополняется местными историями и экспонатами. В этот раз экспозиция дополнена растениями из гербария Казанского университета, а также экспонатами и документами из собрания Музея истории. Помимо воспоминаний из Соловецкого лагеря, на выставке можно узнать об истории татарского поэта Хасана Туфана. Он провел 10 лет в исправительно-трудовом лагере в Свияжске. Среди экспонатов можно также найти личные вещи репрессированных студентов и преподавателей Казанского университета, вещи солдат с фронта и детскую коллекцию первого президента Республики Татарстан Ментимера Шаймиева. На этой выставке тоже очень много образов, но она создавалась куратором не для того, чтобы запугать посетителей, чтобы они узнали все ужасы, с которыми столкнулись люди, оказавшиеся в заключении. Первую экскурсию по выставке привела сама куратор Надежда Понтюлина. Именно она является создательницей этой экспозиции. По ее словам, организация подобной выставки – это тяжелоемкая работа с архивами. В поиске материалов для экспозиции ей помогали более сотни человек. Посетить выставку можно в музее имени Лобачевского до 8 ноября. Роберт Хасанов, Булат Садыков, Универньюз. На этом все. В студии была Надежда Мещерякова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok